Итого, после 8 партий счет в матче был 4-4. Напоминаем, что в предыдущей партии Фабиано Каруано допустил довольно серьезное упущение и не смог реализовать позицию, которая объективно была близка к выигранной. Таким образом, к сегодняшней партии он подходил, пожалуй, не в лучшем настроении. Про Магнесса такого сказать было нельзя. Ну и посмотрим, как она протекала. Было разыграно английское начало уже во второй раз в этом матче. До этого, в четвертой партии матча, в принципе, встретилась та же самая позиция, что сегодня мы увидели после 8-го хода. Ну вот, в ответ на ладья е8, Магнесса, в отличие от предыдущей партии, где он играл слон d2, совершенно ничего не получил по дебюту, избрал другой ход. Ход, возможно, не более сильный, но однозначно более коварный ход. И после слон g5, Фабиано достаточно быстро отреагировал путем кунь c3, bc, f6. У меня лично эта реакция вызывает некоторые подозрения, особенно с учетом того, что у черных были и другие пути к нормальной позиции. В частности, вместо f6 можно было сыграть ферзь d6. Магнесса продолжил играть очень быстро, слон c1, слон e6. Ну и вот его идея проясняется, белые играют слон b2 и готовят экспансию в центре. Здесь я придерживаюсь того мнения, что Фабиано допустил некоторую неточность, на которую, скорее всего, Магнус рассчитывал. Ход слона f8, указанный моим напарником в течение стрима, скорее всего давал равную позицию без каких-либо треволнений. Но ход слон b6 по-человечески выглядит чуть более естественным, и, наверное, поэтому Магнус его сделал. Тем не менее, ход, скорее всего, является неточным. После d4 оказалось, что слон b6 ограничен, и его довольно трудно ввести в игру. Последовала слон d5, здесь у черных были альтернативы, но в рамках краткого обзора, пожалуй, не стоит в них серьезно углубляться. В очень быстром темпе последовала ферзь c2, и здесь вот один из критических моментов партии. У черных была возможность получить очень сложную, нестандартную структуру после e4. Нам кажется, что конь d2 и e3 приводят к достойной контрагрею. У черных может быть по этой причине сильнее конь h4, но это покажет только дальнейший анализ. В любом случае, Фабиано понимал, что после d4 и конь d2 позиция окажется очень сложной. По времени он уже отставал достаточно серьезно, и решил не связываться с глубокой компьютерной подготовкой соперника. Взял на d4, это оказалось грамотное решение, объективно. cd слон e4, ферзь b3 слон d5. Ну и здесь, конечно, чемпион мира не пошел на повторение позиции, сделал более точный ход ферзь d1. И возник второй критический момент в партии. По большому счету перед черными не поставлены очень серьезные проблемы, и какое-то человеческое усиление позиции вроде конь a5, конь c4, или же даже более интересное, ферзь d7 с последующим конь d8, конь e6 и c6, давало черным или полноправную игру, или что-то очень близкое к этому. Вместо этого Кавиано сыграл конкретно и согласился на явно худшую позицию, но при этом с большими шансами на постепенное уравнение. Взял на f3, таким образом черные на короткое время выигрывают пешку, но позиция получается для них не самая комфортная. Трэзь b3, короткое h8, слон f3. Вышлось брать на d4, белые не могут сохранить двух слонов, но зато они отыгрывают пешку на b7, разрушают черную структуру на ферзьем фланге, и к тому же слон на b6 остается очень проблемной фигурой. Позаду был слон b7, ладья а на d8, ладья а на d1, ферзь e7, f4, g6. Ну, в принципе, почти все эти ходы не требуют каких-то серьезных комментариев. g6 со стороны короны оказалось очень грамотное решение, отчасти ловушечное, но при этом и ход g6, он и в целом улучшает позицию черных. То есть, корона собрался просто играть король g7, ну и ждать, пока белые проявят активные действия. Заслужило внимание тотальный размер ладей на поле d8 и d1, после чего эндшпильт с ферзями и разноцветными слонами должен держаться, но черно-белые, несомненно, оказывают давление в этом эндшпильт. Ну, если же Магнус хотел сохранить побольше фигур на доске, то была возможность слона f3 с последующим h5, создавая напряжение на королевском фланге. И должен признаться, что во время боевой трансляции я, как и Магнус, советовал ход h4-h5 немедленно, но оказалось, что это серьезная неточность. Здесь, конечно, человеческая реакция со стороны черных, это король g7, где довольно мучительная оборона продолжается. Но Фабиано подметил другую возможность, объективно более сильную. Он сыграл gh, добровольно разрушил собственную структуру на королевском фланге, но проблема белых в том, что они не успевают защитить на поле h4 фигуры. То есть, к примеру, на король g2 следует просто h4. После чего королевский фланг белых тоже разрушается, и у них нет никакого перевеса. Магнус попытался этому воспрепятствовать путем ферзь c4, но Фабиано сделал еще один очень сильный ход f5, не боясь никаких шахов по длинной диагонали. То есть теперь на ферзь c3 последует просто ферзь g7. И оказалось, что белые не могут усилить эту позицию. Скорее всего, в этот момент Магнус все понял, сыграл слон f3. После h4 позиция начала разгружаться. В какой-то момент даже казалось, что, может быть, у черных есть какие-то микрошансы на получение инициативы. То есть, в частности, есть какой-то ресурс ладья f8 с идеей f4. Но Фабиано явно был доволен ничейным исходом этой партии, его понять можно. В ферзь его матча плюс разноцветными слонами произошли тотальные разгрузки. Но отметим, что Фабиано здесь допустил шах на c3. Но анализ показывает, что вот эта длинная-длинная серия шахов после король d8 не приводит ни к чему серьезному для белых. Здесь они черные спасаются. Вместо этого Магнус сделал очень хитрый ход а4. Теперь уже взятие на а4 явно проигрывает. А, хотя нет, как раз взятие на а4 после ферзи 3, король g8, слон d5. Опять-таки в длинных варантах черные здесь держатся. Хотя, по-человечески, выглядит очень опасно. Но компьютер не стал коррона проверять этот варант. У него в этот момент было около минуты до пересечения контроля. В черных есть большое количество более безопасных путей от ничейной развязки. Наиболее логичным смотрится ферзи в4, но и ферзи в6, который избрал итальянец вполне достойно. Последовал слон d1, ферзи е5. Белые не могут здесь никак в долгосрочной перспективе избежать размена ферзей и абсолютно ничейного анчпляса с разноцветом. Поэтому Магнус сразу у него перешел. И все, уже затаив дыхание, ожидали немедленного соглашения на ничью, включая ваших комментаторов. Но его не последовало. Магнус эту позицию играл до упора, практически до упора. Попытался добиться какого-то прогресса. Разумеется, это ни к чему не привело. Ну то есть, если белый играет а7 в этой позиции или в любой схожей, черные просто готовы отдать этого слона, повести пешку c5 вперед. Белым в какой-то момент придется отвлечься на нее слоном, но черные съедят пешку f. Поэтому Магнус пошел королем обратно. Разумеется, ничего не добился. И в какой-то момент соперники все-таки согласились на ничью. Таким образом, счет после 9 партий с классическим контролем времени, 4,5 на 4,5 без побед, сегодня был побит рекорд или антирекорд, называйте его как хотите, по количеству рядовых ничьих на старте матча на первенство мира. Завтра этот рекорд может быть упрочен, а возможно шахматисты все-таки пойдут в большую борьбу и кто-то одержит победу. Мы проведем стрим, как обычно, в то же самое время, 6 часов по московскому времени. Завтра 10 партия, Фабиан и Корона будут играть белым цветом. Да, всем спасибо, до новых встреч!